Героями не рождаются, ими становятся. Для военного времени эти слова, наверное, самые подходящие. Так думали в далеком июле 1918-го, когда недавно созданная Уссисольская уездно-чрезвычайная комиссия вошла в северодвинскую губернтскую структуру, так мы думаем и сейчас. Ну а в то время само создание Уссисольской ЧК было связано с надеждами на светлое будущее и с верой в идеалы большевиков. Не случайно одним из первых идеологов и представитель Уссисольской ЧК стал поэт, писатель и драматург Виктор Савин. Время всегда меняло задачи чекистов. Разрешение современных военных конфликтов, как внутри России, так и за ее пределами, никогда не обходилось без участия работников спецслужб. Афганистан, Таджикистан, Северный Кавказ. Наши ребята честно защищали интересы страны, неся ощутимые потери. В 1996-м подпоклонник Александр Алексеев был посмертно удостоен звания Героя России, первым в республике. С этого времени он эталон в профессии. В обычной жизни республики искорение больших преступных группировок стало основным приоритетом региональных спецслужб. Была уничтожена и разбита банда Цыплинского в Воркуте. В столице республики почти в полном составе пошла под суд банда логиновцев. Убийство, вымогательство, грабежи больше 10 лет банда держала в ужасе эжемских бизнесменов, жестоко расправляясь с теми, кто не хотел платить дань. Ее поимка стала одним из самых крупных успехов регионального управления ФСБ вместе с МВД в начале 2000-х. Сам процесс, для которого в столичном СИЗО соорудили специальный зал, затянулся на три с лишним года. По уголовному делу, которое в итоге набрало вес в 220 томов, допросили больше 300 свидетелей, в том числе засекреченных. В итоге виновными признали всех. Четверым лидерам ОПГ Михаила Леонова, Александру Митянину, Владиславу Трофимову и Валерию Нестерову назначили пожизненное заключение. Еще 17 фигурантов получили различные сроки лишения свободы. На моей памяти это, по-моему, самый длительный процесс, который был у нас в республике. И он уникален тем, что еще связан с расследованием так называемого ОПГ, то есть организованной преступной группировки. Это, ну, можно назвать его так, пионерский процесс, поскольку по образу и подобию, я так думаю, у нас пойдут еще и следующие процессы. Все мы знаем, Воркутинская группировка у нас тоже на подходе уже тоже собирается передавать. Ну, не скоро, но все-таки тоже в суд пойдет. Банда, которая стоит на очереди, так называемая группировка Ифы и Козлова в Воркуте. При непосредственном участии сотрудников ФСБ по коме ее ликвидировали весной 2010 года. На скамье подсудимых оказалось 20 человек, включая одного из предполагаемых лидеров. За ними числилось 12 убийств, покушения, два захвата заложников, мошенничество, вымогательство, незаконный оборот оружия. Дело, похоже, идет к приговору, и справедливого наказания обвиняемые избежать вряд ли смогут, несмотря на уловки. Например, одно из заявлений о привлечении суда присяжных было отвергнуто из-за тяжести обвинений. Однако, учитывая, что органами предварительного расследования подсудимым вменена статья Уголовного кодекса «Захват заложников», в связи с этим рассмотрение данного уголовного дела с участием присяжных заседателей невозможно. Сегодня в приоритете управления ФСБ по коме защита экономических интересов региона. Десятки уголовных дел против коррупционеров, самое крупное из которых дело бывшего губернатора Вячеслава Гайзера. Его аресты и задержание ближайшего окружения в сентябре 2015 года многих шокировало. Разработкой и сопровождением громкого коррупционного скандала тоже занималось наше управление. Обвинение нешуточное. По данным следствия, речь идет об отчуждении государственных долей в промышленных предприятиях и преднамеренное их банкротство. Общий ущерб больше миллиарда рублей. Данное преступное сообщество отличалось масштабностью своей деятельности, выраженной межрегиональным и международным характером преступных действий ее участников, а также иерархическим построением преступной организации, сплоченностью, тесной взаимосвязью руководителей и участников преступного сообщества, строгой подчиненностью нежестоящих участников вышестоящим и отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов. Сотрудник спецслужбы в КОМИ сегодня не просто солдат на страже государственности. Это в первую очередь пример. Понятно, что героями России всем нынешним чекистам стать не суждено. Но только ли наградами и призами ценен их вклад в безопасность региона и страны? Наверное, все же нет. Новое поколение чекистов хранит и приумножает лучшие от ветеранов органов безопасности. Ушанита сегодня точно знает, про кого эта фраза. Есть такая профессия – родину защищать. Максим Васильев, телеканал Юрган.